Сегодня мир меняется с невиданной скоростью, и даже такие, казалось бы, базовые устои изменились. Предполагалось, что женщины моногамны по умолчанию, ведь они хранительницы очага и просто обязаны при любом исходе быть верными своему партнеру, сидеть у окна и покрываться пылью. Но действительно ли женщины моногамны, как вдалбливало в женские головы общества? Уверена, что один мужчина на всю жизнь решение, не обусловленное физиологией, а связанное исключительно социальным давлением и правилами, которые, как мы знаем, вписаны были мужчинами. А в правилах этих, зная свое место, женщина. И определил это место для нее сами понимаете кто. Раньше зависимость от общественного мнения и увесистого отцовского кулака, которым тот бил по столу в случае непослушания, была сильнее любых предрасположенностей, желаний и инстинктов. У женщины был список, напротив каждого из пунктов она ставила галочки поочередно, береги себя до свадьбы, беременей после исполнения почти каждого супружеского долга, рожая независимо от самочувствия, исхода беременности и предыдущих родов, ухаживая за детьми, домом и мужем. От переизбытка обязанностей, от гнета, ложившегося на их плечи, от отсутствия контрацепции, женщины ставили на себе крест и воспринимали секс как обязанность, повинность и долг. Об удовольствии речи и не шло. Да, всегда были женщины, которые прислушивались к своим желаниям и шли по дороге наименьшего сопротивления, не обращая внимания на общество, на его давление и осуждение со стороны многих. Они выбирали свое удовольствие, свою природу. Но это всегда было исключением из правил. Времена изменились, и женщины заявляют о своих правах все громче и громче. Появление контрацептивов дало свободу каждой женщине от неминуемого исхода секса, беременности, который преследовал наших предков. Женщина сама выбирает партнера. Прислушивается к своим ощущениям и уже может спокойно говорить о реальных причинах несовпадения характеров, как причины разводов, разные половые конституции, нехватка секса. И все же как психолог и сексолог я вижу очень важный нюанс. Женская полигамия в чистом виде, имеет место быть в определенные моменты жизни женщины и не в таком уж большом числе случаев. И здесь громадную роль имеют наши природные психические особенности, которые со счетов не сбросить. Самым главным нашим отличием от мужчин является сильнейшая эмоциональная привязка к сексуальному партнеру. Лишь небольшой процент женщин может разграничивать постели эмоции, физическое удовлетворение от удовлетворения морального. Знакома ситуация, когда после ссоры с партнером мы отказываемся от бурного примирения, потому что обида не прошла и страсти не утихли. Так вот, мужчины никогда в этом вопросе нас не понимали и не поймут, так как для них нет ничего лучше, чем помириться в постели. Полностью разделить секс и отношения, секс и эмоции, сексуальную удовлетворенность и эмоциональную получается у немногих, посему свободные отношения, подкрепленные физиологическим порывом, встречаются у женщин реже, чем у мужчин. Да, мужчины изменяют своим вторым половинкам с женщинами, только те гораздо чаще привязываются, влюбляются и в конечном итоге страдают, ведь мужчина ничего не обещал, да и любовь не предполагалась. Еще один важнейший момент. Если уж все затевается ради удовлетворения своих желаний, секса, то мы знаем, что самый лучший секс появляется тогда, когда произошла притирка, привыкание к телу партнера, чувствование друг друга. Оргазм женщины в отличие от мужского не просто механика и без некоторой предварительной настройки, которая при одноразовом контакте невозможно, просто не случится. И тогда выходит, что только драйв от ощущения свободы, а совсем не удовлетворение было целью. И речь не о моногамии, а о преодолении внутренних запретов. И здесь лучше поработать с психологом, чем вовлекаться в смену партнеров. Но есть еще кое-что. Если говоря о полигамии, мы будем иметь в виду не только лишь смену сексуальных партнеров, а эмоциональную привязанность. И тогда становится очевидным, что мы действительно можем испытывать нежность, эмоциональное притяжение и комфорт в общении с несколькими мужчинами. И тогда, выходя за рамки понимания полигамии, исключительно как прыжки из постели в постель, мы обнаружим, что несколько интересных, близких, схожих по эмоциям и интересам мужчин, могут существенно разнообразить и раскрасить нашу жизнь. Очевидно одно, для нас секс важен настолько же, насколько и для мужчин. Женщины вышли из сумрака убеждений, осуждений, чувства долга и слепого повиновения многолетним устоям. Плохо ли это? Хорошо ли? Каждая женщина имеет право решать для себя, какое количество партнеров иметь, как их выбирать и жить ли с тем, кто не отвечает ее потребностям, или же найти наиболее подходящий для нее вариант. И эта свобода дорогого стоит. Редактор субтитров А.Семкин